Начало большого проекта. В Белом зале Музея промышленности и искусства презентовали книгу воспоминаний известного советского писателя Николая Павловича Смирнова и его сестры Зинаиды. Издание стало первым в рамках гуманитарно-просветительского проекта «Пространство незабытого времени», который приурочен к столетию образования Иваново-Вознесенской губернии, хотя идея родилась еще в 2016 году. Проект посвящен изданию мемуаров, дневников, писем, которые сохранились и в музеях, и в архивах, и в частных коллекциях тех дневников и документов, которые были написаны, созданы в конце 19-го, начале 20-го века. Это наши с вами предки, те, кто жил в Иваново-Вознесенске, в Ивановской области, в Плёсе, в Кинишме. И они, собственно, создавали историю нашей земли. Книга состоит из двух частей. Это воспоминания о старом Плёсе Зинаиды Павловны Смирновой и неоконченная повесть «Солнце не спящих» Николая Павловича. Первоисточники хранятся в архиве Пёсского музея-заповедника и никогда не публиковались ранее. Книга очень автобиографичная такая, очень близкая Плёсу, очень много плесян там, в то время проживавших. И сам воздух того времени она очень хорошо передаёт. И понятно, как он становился, собственно, писателем, что тоже интересно. И не всегда мы можем это понять по произведениям писателей, как они становятся. Семья Смирновых оставила глубокий след в истории Плёса. Воспоминания Зинаиды Павловны цены тем, что она описывает неизвестные, но оттого не менее интересные страницы из жизни города. Подкупает и то, что книга представляет собой взгляд на жизнь простых людей, которые хотят познать свои корни. Николай Павлович и Зинаида Павловна Смирнова – это дети Павла Николаевича Смирнова, последнего Плёсского городского главы. Он был избран в 1903 году на этот пост, а ушёл с этого поста в 1917 году. И даже не сразу, как случилась революция. Человек очень такой любимый в городе, много сделавший к юбилею города, к 1910 году, занимавшийся проектами проведения железной дороги, которая, к сожалению, так, а может быть, счастья не состоялась в Плёсе. Организаторы проекта планируют выпустить целую серию книг, и на подходе уже второе издание. Оно увидит свет в конце 2018 года и будет посвящено воспоминаниям шуйской учительницы. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Все, кто интересуется, все, кто собирается...